По этому поводу фразу как раз-таки американского писателя Марка Твена, может быть, за это его и запретят сейчас в Америке, когда он сказал примерно следующее, что нам очень нравится, когда вы выражаете свою точку зрения, но при условии, что она совпадает с нашей точкой зрения. Да, ну вот просто золотые слова. Есть такая группа с названием Тату, там девушки поют, что они сошли с ума, что вовсе им не надо, мол, фуфло или туфту, они хотят друг друга, вот это, блин, чума, А мне ничуть не надо, ни женщин, ни мужчин, ни шоколада и ни мармелада, не надо мне помады, крема от морщин, Мне нужен Пикачу, мне Покемона надо, Ой, мама, мама, купи мне Покемона, Мама, я хочу Пикачу. О нем мечтают нынче все дети, Хламоны и некоторые взрослые чуть-чуть, А покемоны, это вам не тузики, Пусть кричат, что Пикачу попса, попса, Это теле, пузики, Я хочу Пикачу, мама, спасай, Кто-то хочет водки, кто-то хочет бал, Бутусов песню написал, Хочу, мол, быть с тобой, Он много добрых песен о жизни написал, И, в общем-то, приятно, что он не голубой, А я хожу, страдаю, Хожу и слезы лью, Сижу и слезы лью, А лежа вовсе в них тону, И крыша моя верная покинула приют, И жареный петух все сзади норовит боднуть, Ой, мама, мама, купи мне Покемона, Мама, я хочу Пикачу, Он круче, чем три подразделения ОМОНа, Он вдвое круче Путина, Шучу, шучу, Ай, мама, я хочу Пикачу, Мама, я хочу Пикачу, Пикачу, стучат, стучат копыли, Пикачу, давно мы все ходили, Седели пузики на голову разбиты, А Покемоны Пикачу не победили. Экономика, а значит и политика, всегда, всегда, с самого, так сказать, раннего начала развития цивилизации, определялась технологиями. Вот я хочу вам сказать, что по факту уровень науки стал таков, что мы вторглись, так сказать, в то, что было уделом Бога, по факту. На самом деле речь это о следующем. Сегодня ситуация колонизации порабощения заменилась технологическим порабощением. Раньше вы это делали с помощью военной силы, а сегодня вы делаете это технологически. Я вам приведу простой пример. Интернет. Что такое интернет? Это цифровой ГУЛАГ. В чистом виде, но только в отличие от ГУЛАГа, куда людей хватали, помещали за колючую проволоку и охраняли, сюда эти люди все пришли сами. Они сами пришли в этот цифровой ГУЛАГ. И очень комфортно там живут. Если человеку объяснили, что всё написано в Википедии, учиться не надо, и всё есть в интернете, то дальше мы выстраиваем общество из людей, которых простая вещь, я рубильник вырубил и отрезал головы этим всем людям. Всё, вопроса больше нет.